Даниэла Казакова на выставке «Мечтаю, честь твори» представила сразу две работы – «Домовенок Кузя» и «Поп вместе с Попадьёй». Последнюю девушка приурочила к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Семёнове на международном фестивале работа Даниэла заняла второе место. Куклы сделали из текстильной техники, а сама комната из фанеры. Нужно было найти материалы, и чтобы коробка была и лёгкая, но и довольно плотная, чтобы стенки держались. Анастасия Мечтаева представила на выставке картину в технике маркетре. Над ней девушка работала больше года. Самое сложное, по её мнению, подобрать цветовую гамму и приклеить все детали деревянной мозаики на лист бумаги аккуратно. На моей работе изображена девушка в пледе вместе с оленёнком на фоне леса и гор. Я очень горда, что моя работа выставлена здесь. Всё-таки это такая история. То есть тут выставлена работа ещё первого только выпуска. И то, что моя именно работа попала на эту выставку, это очень здорово. Помимо нынешних учеников, на выставке представлены работы выпускников детской школы искусств номер два. Это резьба по дереву, художественная керамика, авторская кукла и даже горьковский гипюр. Экспонаты ранее выставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Болгарии, Франции и Америке. Отличительные особенности этой выставки в том, что некоторые работы выполнены более 20 лет назад первыми выпускниками. Организовывать и посещать такие выставки важно, потому что они наглядно демонстрируют детям, чем жили наши предки, чем они увлекались, какой был у них быт. Ну и плюс они демонстрируют тем ребятам, кто собирается прийти на обучение, каких результатов они могут достигнуть в нашей школе. На выставке «Мечта и учись твори» представлено более 100 работ. Экспозиция продлится до 25 декабря. Посетить ее могут все желающие. Подробности по телефону 951-84. Без возрастных ограничений. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok